В эфире 14 выпуск рубрики Эка Пушкина. В нем мы расскажем о самых важных новостях из мира экологии. Август принес новый температурный рекорд России, став самым жарким за всю историю наблюдений, то есть за 132 года. В целом, это лето в нашей стране оказалось на третьем месте по высоким температурам, уступив только аналогичному периоду в 2016 и в 2021 годах. Пока ситуация развивается по тревожному сценарию, в рамках которого прогнозируется, что 2023 год станет в итоге самым теплым более чем за 100 лет. Ежегодно в третью субботу сентября во многих странах мира проходит экологическая акция «Всемирный день чистоты» с целью объединения усилий общественности, СМИ, государственных и бизнес-структур для очистки территорий от мусора и сохранения устойчивой чистоты. В России эту миссию на себя взял гражданский проект «Сделаем». Глобальная уборка – первый шаг, который привлечет внимание к проблеме мусора и станет началом пути по его системному решению. Проект поддерживает раздельный сбор и переработку собранных отходов там, где это возможно. Вы тоже можете в субботу выйти на уборку любимого участка природы, где часто отдыхаете и убрать мусор. А 16 сентября в Правдинском за первой школой будет проходить субботник. Начало в 11.00. Сбор в 10.45 – центральный ход первой правдинской школы. С собой иметь инструменты для уборки и что-то для чаепития. 23 сентября в нашем округе состоится экологическая акция «Наш лес, посади свое дерево». Адреса где пройдет акция? Пушкина, улица Луговая в районе дома 47. Территория в районе памятника Пушки. Въезд в город в микрорайоне Держинец. В Ивантеевке деревья посадят в сквере на улице Рощинской. В Красноармейске на центральной площади. Начало в 11.00. Присоединяйтесь к озеленению округа. Сохранять деревья вы можете еще и тем, что откажетесь от бумаги. Так, например, можно перейти на электронный единый платежный документ. В личном кабинете на сайте и в мобильном приложении МОСОБЛ ЕРЦ Онлайн в разделе «Платежи» в настройках выбрать опцию «Получать платежные документы по почте и в электронном виде». В личном кабинете на сайте в разделе «Профиль клиента» поставить галочку «Получать на почту уведомления о статусе заявок платежные документы». После успешного оформления подписки ЭПД будет направлен по адресу электронной почты, указанной при регистрации. Контейнер для приема просроченных лекарств от населения установили в ТРЦ «Акварель». Правильная утилизация просроченных лекарств – это не только ответственное отношение к окружающей среде, но также и защита здоровья людей. Если выбросить лекарства в мусорный контейнер или слить в унитаз, то содержащиеся в них химические вещества попадут в почву и воду. Сначала они будут отравлять растения и животных, а затем с пищей окажутся в организме человека. Теперь лекарства можно бросить в контейнер. Конвалютки можно сдавать на акциях собиратора. Ближайшее будет в это воскресенье с 12 до 14 на внешнем паркинге ТРЦ «Акварель». Информацию можно посмотреть в группе «Раздельный сбор Пушкина». Также в воскресенье пройдет своп-вечеринка в «Акварели» с 14 до 18. Принести можно ненужную, но еще хорошую одежду. Ну и к новостям раздельного сбора. Этим летом на подмосковных комплексах «РТ-Инвест» отсортировано 700 тысяч тонн отходов. Это на 100 тысяч тонн больше, чем за лето в 2022 году. Вырос и объем отходов из синих баков для раздельного сбора – 25 тысяч тонн. Это говорит о том, что все больше жителей региона разделяют отходы. Отбор стекла и пластика увеличился на 20% и составил 10 тысяч и 7 тысяч тонн соответственно. Также этим летом удалось отобрать в два раза больше металла, включая алюминиевые банки. Вырос и объем крупногабаритных отходов. Он достиг 265 тысяч тонн. Больше всего отходов принял Каширский комплекс «Дон». На втором месте – Сергиево-Посадский Север. Именно туда привозят весь мусор из нашего округа. Как там проходит сортировка, можете посмотреть в нашем 13-м выпуске «Эко Пушкина». А на этом у меня все. Увидимся в следующих выпусках.